Сегодня 29 июля, я еду в Стамбул. Значит, выехала из Трабзона в 15.00, завтра, 30 числа, в 7 часов утра я уже буду в Стамбуле. Боженька, Боженька, помоги, чтобы всё было хорошо. Дорога дальняя, но движение одностороннее. Сейчас вот так вот выглядит наш автобус. Стоимость поездки стоит 125 турецких лир. Значит, на самом деле это копейки. 1800 где-то стоимость переезда. Да, стоимость переезда. Я хотела улететь на самолёте, но так как билеты не были куплены заранее, все авиаперевозчики предложили очень большие цены. Ну, порядка 9 тысяч рублей. А я доеду, ну и пускай потрачу один день, что мне, неработающей даме. В принципе, я никуда не тороплюсь. И я очень даже сэкономила 125 турецких лир. В автобусе, в общем, кондиционер. В автобусе телевизор на каждом из мест. Ну, такой маленький монитор-то вот такой. Переключаешь. Сейчас смотрю новости. О, что меня радует. Вот безумно. Вот действительно меня радует. Я смотрю, тут же не переводят каналы. И я понимаю, о чём речь. Понимаю. Мне нужна практика для изучения турецкого языка. Сейчас пойду, посмотрю, что там за терминал. В общем, мне нужна практика. Мне не нужно, чтобы со мной говорили по-русски. Кстати, символа учить русский язык в Турции вообще нет. Если ты не собираешься там работать, не собираешься там работать, а вот автобус идёт в Бурцу. Бурца тоже один из городов Турции. Если ты не собираешься работать, то в принципе тебе русский не нужен. Все им владеют. Ну, допустим, каждый четвёртый в достаточном количестве. Это туда, видимо, вход на вокзал. Это уже, наверное, я думаю, что остановка пятая. Вообще, дорога всегда однообразная. По правую руку море. Ну, кара Денис чёрная. А по левую руку город расположен. Ну, это вообще стандартное. Иногда меняется пейзаж, но ненамного. Заезжаем в какой-нибудь город, на какой-нибудь терминал. Кстати, никто не садится, люди только выходят. А нет, вот, может быть, может быть, полчаса назад зашёл мужчина, ну, такой уже пожилой, прям дедушка дедушка, и одет, знаете, как в эту феску. Вот такая вот шапочка-то вот, как в великолепной веке, вот такие вот шапочки-то красные, эти, с кисточкой. Так он-то такую вот эту залез. А, кстати, в автобусе кормят. В автобусе кормят. Я вообще обалдела. А парень, ну, типа, как стюарт, кто он-то, бортпроводники, или кто он там, как называется-то. На такой тележке развозил фанту, колу, развозил кофе, три в одном. А до этого, вот уже два раза предлагал еду, а до этого развозил снеки, на таком, на подносике. Разложил. Значит, их у себя четыре вида. Крекер такой, очень вкусный, такие вот маленькие пакетики. Такой мелкенький-мелкенький крекер. Пирожное, типа, такое-то резиновое, типа, чекопая. А, кстати, видите, да? Лукоилы есть в Турции. И вот там при входе, автобус, видите, две двери имеет. При входе вот там, я как сумасшедшая в автобусе же не буду снимать. Народ-то вообще мигаться. Народ так-то дикошарый. Многие, в плане того, что многие вот так вот рукой закрывают. Мусульмане, видимо, они не публичные люди. И камеры в руках немного смущаются. Я ходила возле детской школы, некоторые девочки, ну, наверное, лет 11-12, уже ходят в платках. Я же вижу, что они мелкие. И вот так вот лицо свое закрывают рукой, типа, потому что снимать нельзя. Ну, строгие. Кстати, Трабзон город грязноват. Грязноват в плане того, что возле, возле, как сказать, возле обочины мусор. И видно, что его не убирают. Бутылки, то-се. Вот тоже, вот смотрите, вот такой маленький сток воды, и вот тут бутылка лежит. Какой-то грязный стакан. Видно, что этот грязный стакан лежит уже, черт его знает, сколько. Вот валяется салфетка. И причем, так как я общаюсь там, общалась в Трабзоне с людьми более старшего поколения, то есть не с салагами, и достаточно обеспечными людьми, которые занимаются юриспруденцией, занимаются строительством, ну, такие. в общем, ну, с денежками, небосота имеется в виду. И у них в порядке вещей идти по улице и бросить сигарету. Просто бросить ее на асфальт. Мне кажется, у нас так поступает только быдло вообще полнейшее. Я вот ругаю Россию, допустим, в плане того, что там выхожу из подъезда, и какие-то вот, какой-то мусор. А тут нет. Тут это в порядке вещей. Во-первых, Турция за курицами, кажется, они просто курят все и всюду. Вот эта вот противная девчонка, с которой мы жили в соседних комнатах, я так подразумеваю, что она, видимо, проститутка работает. Потому что каждый вечер она наряжалась в какие-то развратные эти наряды. Она добрая девчонка. Всегда ко мне стучится, угощает меня, болтает, болтает, болтает. А ведь я не понимаю, что она говорит. Вот ты мне говори, да, медленно. Я, может, буду в это, всекать. Я же, вот, допустим, понимаю новости. О, мамочки, автобус. Я же, допустим, всекаю новости, когда диктор говорит. А тут нет. О, вот еще один автобус у Лусой. Ну, потому что это терминал у Лусой. А она, смотрю, сидит вечером вчера и красится. Я думаю, откуда мне тянет сигаретами? А она, оказывается, сидит и курит, красится и курит. И волосы свои накручивает. Волосы красивые такие, прям до попы. Черные, и она какие-то белые пряги надела. Ну, хорошо смотрится. Выяснилось, в общем, что она не турчанка, как сначала она мне представилась, а азербайджанка. Так, 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 так. А что я хочу сказать? В автобусе ехать комфортно. Сидения раскладываются. Кондиционер. Вот сейчас вышли из автобуса, и на улице жарко, на улице очень душно. Очень-очень даже, я сказала бы, душно. В автобусе показывает температуру на улице 31 градус. Я планирую уехать из Стамбула 4-го числа улететь. Нашла недорогие билеты. Но, так как мне нужно быть в Каменске, Уральском всего-то лишь 13-го числа в 9 часов утра у меня там дело, в принципе, я могу на недельку, если это, съездить в Анталию. Но в Анталию, допустим, если как его, как сказать-то, на букинге все отели на стопе. Турцию вообще не дает запрограммировать. Разработчик написал, что работает над этой проблемой, но не знаю. Вот у меня подружка Генеш, она сейчас как раз в Стамбуле. То есть это народом-то из Анталии, ездит по городам Турции, и так как она этот гид, ну, где группа есть, где вот у нее как заказ есть, туда она и едет. Какой красивый заказ. Ну, что он пыхтит. Видимо, долго ехал. Пыхтит и пыхтит. Я с ней уже списалась, я говорю, Генеш, я не могу забронировать этот. Я посмотрю, если, в общем, я устану отдыхать, а я уже чувствую, что я устала отдыхать, мне кажется, пять дней в Сочи, четыре дня в Батуми, два дня в Трапзоне, я уже умоталась, если честно, отдыхать. Но в Анталию я бы съездила. И из Стамбула в Анталию тоже быстренько доехать. И если на автобусе, то это будет очень дешево. А если отель на Стопе, то Генеш мне говорит, будешь у меня жить? Я, типа, потому что не дома же, моя комната пустая. Думаю, ах, какая ты умница у меня. Ах, какая умница. В общем, посмотрю. Посмотрю, посмотрю. Ну что, сколько у нас будет остановка-то? Сколько это может продолжаться? А, кстати, в автобусе вот там стоит еще воду раздают бесплатно. Воду раздают бесплатно. А, я купила себе в дорогу Айран. Сейчас покажу. Сейчас покажу в автобусе. Вот. Вот, смотрите, какая водичка бесплатная. А это Айран мой. Чтоб не пропал, положила. Пока Стюарт это не ходит, но тут можно самому себе кофе наводить. Вот там горячий чайник. Автобус вот так вот выглядит. А на остановках мне кажется, что... Вот мое место. А, автобус выключен телевизор, не работает. Вот я говорила про какой маленький крекер. Такой вкусный. Четыре вида он раздавал. И еще вот такой вот. Ну, это непригодный какой-то кексы. Ну, просто взяла. Потому что надо было что-то взять. Ну, все, в общем. В семь часов утра я уже буду в Стамбуле. Гулей-гулей. А, я говорила, да, что я выучила устойчивые выражения, такие как добро пожаловать, там, я выучила легкой работы и умею, главное, их применять в нужное место. Там, здоровье твоим рукам. Я уже такая... Даже когда в магазин заходишь, тебе говорят добро пожаловать. Просто вместо здравствуйте. Так приятно, так приятно, так приятно. Господи, когда мы поедем, а? А, вот там надпись светится донор. Ну, типа шаурма. Маме написала сообщение, мама что-то не отвечает. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, посмотрим. Даже не знаю, сколько места в автобусе. У меня, вот, мое место вообще-то 33-е. 34-е свободное. Очень хорошо. Мне тут никто не нужен. Ну, все. Пока-пока. Гюлей-гюлей.